Добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разбора задач с параметром. Разбираем номер 130 сайта matus.ru из ЕГЭ 21 года. И это очень важная задача, потому что, во-первых, это была самая сложная задача ЕГЭ 21 года. Во-вторых, она исторически пока на данный момент последняя задача на ЕГЭ, которая давалась, которая решается особым функциональным методом, сейчас расскажу о нем. Ну, во-первых, хочу напомнить, что недавно я создал свой буст, и если вы хотите поддержать мой канал, то это можно сделать по ссылке в описании, я здесь разобрал уже, вот, 101, кстати, задача с параметром. И, мне кажется, да, это повод меня поддержать, как минимум. Во-вторых, пишите кодовое слово параметром мне в личное сообщение в Телеграме, если хотите попасть на мой трехдневный интенсив, который будет с 6 по 8 января. Стоит он всего лишь 290 рублей, но такая цена будет только до 8 декабря, до 18, простите, декабря. Соответственно, чтобы успеть, пишите кодовое слово мне в личное сообщение, да и вообще подписывайтесь на мой Телеграм-канал ЕГО Без Боли, это канал по подготовке на 90+. Я стараюсь его делать суперполезным. Итак, 130-я задача. Нужно найти все А, при которых единственное решение имеет вот такая вот система уравнений. Давайте посмотрим. Здесь обыкновенными методами, к сожалению, ничего не выйдет. То есть, можно, конечно, смотрите, что сделать. Можно, конечно же, сказать, что здесь достаточно элементарное уравнение. У нас получается натуральный логарифм у равно 2 модуля х, да. То есть, просто тут решаем через степени двойки, показатели приравниваем друг к другу. Здесь мы говорим что-нибудь типа х четвертый у квадрат плюс 2а квадрат равно... Что у нас здесь будет? 2 минус 2а х квадрат у квадрат. Но при этом еще нам нужно учесть, что подлогарифмические выражения будут положительными. Поэтому надо сказать, что вот это не равно нулю, то есть мы дописываем отдельно. Ну, хотя на самом деле отдельно можно не дописывать, можно просто сказать, что вот это вот у нас, да, больше должно быть нуля. Вот. И вот такую вот систему мы решаем. Если эта штука больше нуля, то эта штука автоматически будет не равной нулю. Отрицательная сама по себе не может быть, но она будет не равной нулю, потому что равна чему-то, что больше нуля. И, соответственно, вот эта вот система, которую, собственно, достаточно эту систему решить. Она равносильным переходом является от предыдущей системы. Вот что я хотел сказать. Итак, как же мы это решали бы, если бы решали все это стандартным способом? Здесь, к сожалению, дальше непонятно какие ходы, потому что есть x в четвертый, есть x в квадрат. Можно, конечно, разные идеи всякие придумывать. То есть, что, например, люди придумывали? Можно попробовать вот как сделать. x в четвертый, y в квадрат, точнее, вот y в квадрат x в четвертый, я так запишу это, плюс 2a в квадрат x в квадрат, да, плюс 2a в квадрат минус 2. Вот такое вот уравнение можно попробовать рассмотреть как b квадратное относительно x, да, то есть у нас здесь x в четвертый, x в квадрат, условная замена x в квадрат равно t. Я делаю уравнение вида y в квадрат, t в квадрат, плюс 2a в квадрат, t, плюс 2a в квадрат минус 2 равно 0. И здесь можно, конечно, что-то дальше пытаться придумать. Но как-то тут особо ничего не придумывается, потому что корни, то есть этого квадратного уравнения относительно t будут неприятными. Если тут попробовать дальше пойти, получится вот такая вот история. минус 4 на 2a в квадрат минус 2 на y в квадрат. Вот такой вот дискриминант у нас получается. Как видим, дискриминант сам по себе содержит тоже y в четвертой степени уже, и о нем становится сложно рассуждать. Он ни во что такое удобное не сворачивается, и как-то удобно, в общем, с ним тут работать не получается. И вообще в целом рассуждение становится очень сложным. Если нам нужно единственное решение, то что должно здесь произойти? У нас t равное нулю должно быть решением по идее. Кстати, это ключ к идее этого, к решению, к идее решения этого задания. Вот, ну, в общем, вот так не стоит делать. Хотя, если вы придумали какое-то классическое решение, которым все это вот, вся эта задача разваливается, то милости просим в комментариях, естественно, пишите. Вот, как я считаю, эту задачу нужно решать. Смотрите, здесь нужно заметить прежде всего, что у нас модуль, точнее, модуль четвертой степень и квадрат x. Это означает одну простую вещь. Мы прям в решении с вами пишем. Заметим, что если x0 какое-то решение, то минус x0 автоматически тоже решение. Потому что из-за того, что у нас x входит в модуль, в четвертый и в квадрате, то получается, что x, как бы уравнение, точнее, система вся нечувствительна к знаку. То есть, неважно, подставить вместо x2 или минус 2, подставить минус 10 или 10. Вот. Соответственно, если так, то получается, что все x всегда рождают какую-то пару решений сразу же. А нам нужно единственное решение. Но пару, да, противоположное число, рождают все x, кроме нуля. Соответственно, решение единственное, точнее, давайте так напишем, единственное решение имеет вид 0y. То есть, у нас решением же будет какая-то пара чисел. Это должна быть пара, в которой x обязательно равен нулю. Потому что 0 это единственное число, не имеющее противоположного. Все, это на самом деле ключ к решению, потому что сейчас я просто получаю вот такую вот систему. 2 в степени натуральный логарифм равно 1, все это. Здесь у нас будет логарифм по основанию 2. От чего? Давайте посмотрим. Вместо y подставляем 0, получаем 2а квадрата. Здорово. Справа вместо x, точнее, мы подставляли 0. Вместо x подставляем 0, получаем логарифм 1 плюс 1. Да, логарифм 1. Вообще 0 равен, получаем справа просто 1. И это очень простое, элементарнейшее вообще уравнение. Я вот про это уравнение. И это, собственно, тоже. Здесь мы можем даже решить все это. Получается, что у нас натуральный логарифм должен быть равен нулю. Соответственно, y должен быть равен единице. И важно, конечно же, посмотреть на вот это уравнение. Здесь 2а квадрата у нас будет равен 2. Откуда а квадрат равно единице? Короче, а это плюс-минус 1. Здесь нам важны значения параметра а. Итак, а что такое а равно плюс-минус 1? Смотрите, мы получили сейчас 2 значения параметра, при которых вот такое вот является решение. То есть еще раз, смотрите. Мы, во-первых, замечаем, что если есть решение, то сразу же есть противоположное x число, которое дает еще одно решение. То есть если, например, есть решение вида 2,7, то автоматически есть решение вида минус 2,7. Потому что x у нас с модулем в четвертой и в квадрате. То есть если бы здесь были какие-нибудь нечетные степени еще, или бы просто x без модуля, хотя это тоже нечетная степень первая. Короче, если бы здесь не было такой симметрии, то мы бы не могли так рассуждать. Но здесь есть эта симметрия, поэтому мы говорим, что единственное решение имеет вот такой вид. И при каких а вот это вот является решением? При а равных плюс-минус 1. И здесь самый важный ключевой момент задачи, который я даже красным цветом сейчас пропишу. При а равных плюс-минус 1, 0у решение, но не факт, что единственное. То есть еще раз, смотрите, здесь на первый взгляд вроде бы логический парадокс. Потому что я рассуждаю так, что единственное решение имеет такой вид, нахожу из этого а, а потом говорю, что плюс-минус при таких а, конечно же, это решение. Но не факт, что единственное вообще-то. Смотрите, значит, логика на самом деле здесь железная, все нормально. Если у нас единственное решение имеет такой вид и это является решением при таких значениях параметра а, то вот меня никто не застрахал от того, что при этих значениях параметра будут еще другие решения. То есть я просто нашел те а, при которых 0у решение. Вот при таких а 0у является решение. И, возможно, есть еще другие решения на самом деле. Чтобы до конца осознать эту мысль, я понимаю, что я сейчас просто как бы другими словами одну и ту же мысль повторяю, и на самом деле ее не объясняю. Давайте, чтобы вы до конца осознали, сделаем так. Просто подставим а равно 1 и а равно минус 1 обратно в уравнение. Это необходимо сделать по решению. То есть когда вы будете на ЕГЭ такую задачу оформлять, вы обязательно должны это сделать. Учитывая, что в 21 году такую задачу дали, да, вероятность того, что снова-то тут, конечно же, есть какая-то. Итак, что мы делаем? Мы а равно 1 подставляем в исходное уравнение. То есть у нас получается уравнение, опять же, системы вида 2 в степени натурального логарифма, равно 4 в степени модуля х. Это первое. Дальше логарифм мы получаем х4у квадрат плюс 2. По основанию 2 от х4у квадрат плюс 2 равно чему? То есть смотрите, я а равно 1 подставил сюда. И здесь подставляю то же самое. Логарифм по основанию 2 от 1 минус х2у квадрат, все это плюс 1. То есть а равно 1 подставили сюда. Получилось у нас вот такое. И давайте решать эту систему. Ну, понятно, что первое уравнение, оно достаточно элементарное. Здесь мы просто получим, что у там равно е в степени модуль х. Это особо много нам какой-то информации полезной не дает. Важно то, что у нас вот в этом уравнении, давайте я его отдельно сейчас буду решать, в этом уравнении мы получаем х4у квадрат плюс 2 равно 1 минус х2у квадрат умножить на еще 2. То есть это у нас логарифм 2 по основанию 2. Там, в общем, если привести, получается вот такая вот история. И давайте решать это теперь, это уравнение. Плюс 2х2у квадрат мы получаем равно 0. Что мы здесь можем сделать? Самое главное не ступить и не сократить вот на это вот. То есть здесь некоторые люди догадываются. Просто сократить, конечно, так нельзя делать. Надо вынести за скобки х2у квадрат. Сколько их будет? Х2 плюс 2. Мы получаем, что это может быть равно 0, только если х равен 0, либо у равен 0. То есть у меня три множителя, произведение их равно 0. Либо если первый, либо второй множитель равен 0, третий не может быть равен 0. Он по умолчанию у нас как квадрат плюс 2 всегда положителен. Потому что квадрат всегда не отрицательный. Добавив двойку, я обеспечу, что это выражение всегда будет положительным. Соответственно, что у нас еще? У равно 0 на самом деле у нас не может такого быть, потому что у у нас в ходе с натуральным логарифмом. У нас отсюда автоматически есть ограничение о том, что у больше 0 вообще-то. Соответственно, вот я и получил действительно, что у меня есть единственный корень х равно 0. И давайте мы из этого уравнения сразу же найдем, что у равно е в нулевой степени, да? То есть 1. Ну хотя такой у я уже получал вот здесь вот. То есть у равно 1. Было достаточно ожидаемо, что там получится. И так, таким образом, при а равном 1 я действительно получаю единственную пару чисел. 0,1. Эта пара чисел является решением. Но вот при а равном минус 1 все будет уже немного по-другому. Посмотрите. Так, давайте я просто все скопирую. Да. И вставлю сюда. И вот смотрите, что получится. Так, f нам не нужно. Смотрите, что здесь получится. Просто подставляя а равно минус 1, я вот здесь вот получу плюс. И вот здесь вот получу плюс. А стало быть, вот здесь я получу минус и здесь получу минус. Вот я просто один знак меняю. Потому что действительно, а равно минус 1 влияет только на вот этот вот знак. Потому что а тут в единственном месте входит чисто, да? А здесь у нас 2а квадрат. Соответственно, 1 или минус 1, там не важно. И вот я получаю такую историю. Отсюда у нас либо x равен 0, y равен 0, я даже рассматривать в этот раз не буду. Потому что y, понятно, больше 0. Либо x равен плюс-минус корню из 2 еще из вот этого вот второго множителя. И мы получаем, что здесь у нас потенциально может быть до 3 корней. Тут, конечно, по-хорошему еще y надо найти. Понятно, что y здесь также равен 1. А здесь мы получим, что y равно e в степени чего? Модуль x. Подставляем корень из 2. Получаем e в степени корень из 2. Ну там, минус или плюс корень из 2 подставляете. Не важно. Короче, суть в чем? Вместе с парой чисел 0,1 мы нашли еще две пары чисел. Корень из 2, e в степени корень из 2 и минус корень из 2, e в степени корень. Не важно сейчас, что есть третья. Важно, что хотя бы вторая уже есть. И решение уже не единственное. То есть значение a равное минус единице в ответ не войдет. А вот a равно единице в ответ войдет. То есть какая популярная ошибка людей, которые в целом понимают идею, но не до конца. Значит, некоторые видят симметрию, говорят, что у нас вот такое вот должно быть решение. Единственное решение вот такое имеет вид. Находит a и записывает ответ. Это на 1 балл по критериям, по идее. Потому что если вы записали такой ответ, то вы просто нашли те a, при которых у нас 0y является решением. Но вот оказалось, что при минус единице, да, я получаю еще два решения такого вида. Ну, там, второе не дописал, но понятно, что оно есть. Таким образом, надо здесь проверять каждое значение параметра a. И в этом, собственно, суть этого номера. Понятно, что таким образом ответ a равно единице. Не буду отдельно записывать ответ. Здесь все достаточно очевидно. Вот такая вот задача была на ЕГЭ в 21 году. На мой взгляд, она самая сложная из задачи ЕГЭ в 21 году. Задача с параметром, да. Остальные были проще, потому что они были не на этот вот метод через четные функции. Его можно назвать функциональным методом. Потому что здесь все у нас с четными функциями связано. Можно считать, что это какой-то аналитический метод на симметрию. То есть можно по-разному воспринимать эту вещь. Вот такое задание. На этом, собственно, разбор заканчивается. Напоминаю о своем трехдневном интенсиве 3 занятия по 3 часа 6-8 января. Стоит всего 290 рублей. Но такая цена до 18 декабря. Пишите кодовое слово параметры мне в личное сообщение, которое по ссылке в описании в Телеграме. И подписывайтесь на мой канал ЕГЭ Безболи. Ссылка есть тоже в описании. QR-код у вас перед глазами. И до встречи на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen.